Доброго времени суток, друзья! Мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Родос. В прошлой серии мы посмотрели на то, что изменено на этом проекте, какие есть изменения, какие есть добавления, и остановились на том, что я сдал на права и приехал покупать грузовик. Ну а само место магазина для грузовиков, как вы видите, стандартная, и, к сожалению, никаких изменений здесь нет, все очень стандартненько. Единственный плюс, что стоит банкомат, бегать никуда не надо. Ну а вот так вот представлен сам магазинчик, ну и такой вот у него выбор автотранспорта. Такую вот машинку Ford я уже встречал, кстати, она мне очень нравится, она прикольно управляется, ну и у нее белый салон, что тоже немаловажно, потому что очень редко встречаются светлые салоны в автомобилях. Но также можно отметить, что отсутствует вариативность покраски. Какие представлены модели, такие и представлены. Они уже в своем цвете. Вот и Мерседесы, которые, за которым я в общем-то и приехал, тоже видите, они вот уже в каких цветах есть, такие надо выбирать. Больше уже вариантов нету, покраски здесь нету. Ну и табло, которое нас информатирует о том, сколько слотов, сколько расход, тому подобное, в правом верхнем углу. Ну, в общем-то, вот такой вот автотранспорт. Ну, а про оформление магазина, я говорил еще в начале ролика, в первой части. Мне не нравится, когда магазин исполнен вот в таком вот виде. Вот эта вся облачная хрень, она очень сильно лагает. И, как видите, машины поставлены на автовращение, и тоже вращаются неровно. Гораздо интереснее, когда это в виде ангара, и ты можешь сам крутить в ту или другую сторону, увеличивать или удалять. Здесь же этого ничего нету. Надо смотреть так, как, ну, вот как нам представлен, так и смотрим. В общем-то, не самое лучшее решение по оформлению магазина. Ну, это на мой взгляд. Ну, а транспорт, вы видите, интересный. Модель, как всегда, представлена внизу. Цены какие-то странные, на самом деле. Заработать на них я не знаю как, но к этому мы вернемся чуть позже. Сейчас нас интересует вот эта вот машинка, за которой мы, в общем-то, и приехали. Покупаем ее, ну и все, поехали. Думаю, на самой машинке останавливаться особого смысла нету, да. Это достаточно распространенная модель, она встречается очень часто. Поэтому садимся, в общем, двигаемся дальше. Ну, а дальше, так как мы начали уже осматривать автомобили, продолжим этим заниматься и поедем в следующий магазин, где представлены еще автомобили и еще какой-то магазин грузовиков, но там написано шестой левел, то есть шестого уровня, видимо, откроется. Ну, давайте на это все посмотрим. А находится это там, где в обычной сборке стоит полицейское управление в Ковалеве. Ну, наверное, кто играет, тот знает. Такая площадочка. Обычно сюда ставят полицейское управление, ну, а здесь вот в этом месте стоят магазины. И вот тут мы сталкиваемся с тем, о чем я говорил в первой части. Невозможно найти, где открыть и закрыть транспорт. Что с мотоциклом у меня была такая же проблема, что вот с этим вот микроавтобусом. Найти положение, где он закрывается, ну, практически невозможно. Потом я нащупал, если около зеркала и руля вот там вот найти какую-то точечку, то его закрыть можно. Ну, это, конечно, катастрофа полная. Изнутри, если садишься в машину, закрывается, открывается, транспорт великолепно. Снаружи, ну, найти эту точку практически невозможно. Ну, спустя какое-то время я все-таки ее закрыл. Ну, давайте смотреть, что же за магазины здесь есть. Надо отметить, что на этом проекте я увидел огромное количество уникальных зданий, которых раньше не видел. Ну, вот как это, например. Не могу сказать, что оно красивое, обалденное, но вот такого здания просто не видел. Ну, а вот и магазин. И, как мы видим, монооформлен все в том же стиле. И, естественно, просмотр автотранспорта тоже в том же стиле. Автопрокрутка на фоне облаков. И с какими-то странными багами. Как видите, машинка на машинке. Но сейчас это пропадет. Если подобный баг встречается, то надо просто перезайти, ну, выйти из меню магазина и еще раз зайти. Это велика вероятность, что это пропадет. Ну, а автотранспорт вы сейчас видите. Ничего удивительного для себя я здесь не увидел. Как и в том магазине, как и в магазине на аэропорту. Вариантов покраски нету. Надо выбирать из того, что представлено в магазине. Ну, по моделям. Сейчас вы все видите. Вряд ли кого-то что-то удивит. Но я точно знаю, что на проекте есть хорошие красивые машинки. И в дальнейшем я это покажу. И возле полицейского управления я показывал вам одну из таких, которые здесь я, кстати, не увидел. Может быть, это тюнингованные машины. Но вот здесь я такого что-то не увидел. Ну, скорее всего, всему виной моя невнимательность. Наверное, я быстренько промотал, не обратил внимания. Видел я несколько моделей очень интересных. И к магазину, когда я покупал грузовик, приехал человек на красивые модели и возил меня человек. Потом я покажу тоже на очень интересной красивой машинке. Ну, не знаю. Наверное, я просмотрел их. С остальными магазинами мне взаимодействовать не удалось. Где-то меня ограничивают по левелу, где-то по фракции. В общем, то бог с ними. Надо выбирать уже, куда ехать. Поэтому я решил посмотреть, как выглядит планшет. Планшет сейчас перед вашими глазами. Там мне нужно посмотреть, какой ресурс выбрать, чтобы поехать посмотреть, как он фармится. Ну и тому подобное, в общем-то. Ну, а сам планшет выглядит вот таким вот образом. Не очень мне он понравился, скажу честно. Я видел планшеты гораздо красивее, интереснее выполнены. И всплывающие окошки. Ну, в общем, разных планшетов насмотрелся. Это не самое интересное решение. Но, тем не менее, он работает. И в нем можно увидеть какую-то информацию по стоимости. И надо сразу же сказать, что пока еще на проекте работает не все ресурсы. Так, например, я никак не понял, пока здесь был, как надо работать с деревом. Точно так же мне люди сказали, что и соль, по-моему, еще не работает. Есть песок, но в продаже нет лопаты. Поэтому никто не рискует ехать очень далеко на песок. А если нет лопаты, то можно приехать и как бы ткнуться в тупик. Поэтому единственное, куда все ездят пока что, это медь и железо. Ну, или еще есть вариант на алмазы. Я же рисковать не стал. Узнал, что медь точно работает и поехал на медь. Ну и к тому же она еще ближе всего. Я перезашел. И, как видите, после перезахода я поменял худ на среднего размера. И, как видите, мои спидометры утонули под экраном. Ну, в общем-то, и ладно. Проект только открылся, и подобные косячки нужно выявлять и исправлять. Я думаю, что ребята с этим справятся. Ну, а мы тем временем подъезжаем на точку добычи меди. Вот так вот она выглядит. Ну, естественно, из-за того, что текстуры были заменены на тоновскую травку красивую. Здесь все зелено кругом. Поэтому точка вообще неузнаваемая. И есть некоторые объекты, но взаимодействовать надо вот с такими вот камнями. То есть стоять на месте и бить киркой здесь не получится. Здесь надо ходить и искать вот такие вот камешки. Далее же мы начинаем долбить по этому камешку, и оттуда вываливается два или там три кусочка нужной нам породы. В данном случае меди. Ну, железо выглядит примерно так же. Если кто играл или помнит, такой был проект MyLife, вот там выглядело все точно так же. Только вместо кирки был гриндер. Но и кусочки вот этой породы, и все, в общем-то, выглядело точно так же. Но есть интересное совпадение. Что на MyLife с FPS была беда, что здесь с FPS полная беда. И вот я думаю, не это ли причина? Ведь все-таки серверу постоянно приходится прорисовывать вот эти вот камешки. Прорисовывать и рандомить их. И на каждой точке это происходит. Сейчас сюда еще подъедут люди, и мы будем уже троем калашматить эти камешки. То есть серверу нужно прорисовывать в три раза быстрее. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что полностью измененная карта, полностью измененные текстуры растений, огромное количество дополненных зданий, сторонних зданий, полностью измененные текстуры дорожного покрытия, плюс вот этот мод с постоянным рандомным выпадением текстурированных камней, все это и дает вот эту вот огромную просадку в FPS. Скажу больше, я всегда первым делом виню себя и свой компьютер. Поэтому я зашел на другой проверенный мной остров и попросил там ребят побегать, пошвырять гранаты, как видите, с включенными настройками. Постоял там, посмотрел, что будет с FPS. FPS держится достаточно хорошо. Просадки минимальны и только тогда, когда взрываются гранаты. С учетом того, что это центральное место, где много скопления моделей автомобилей и персонажей. Ну и ладно, возвращаемся обратно на Родос. Я продолжаю ковыряться с медью, и как я говорил, сейчас подъедут люди, и вот они потихоньку начинают подъезжать. На самом деле это здорово, потому что было не так скучно заниматься этим. Ну а далее хотелось бы еще раз провести аналогию с MyLife. Здесь же, как и на MyLife, взаимодействие с машиной происходит через инвентарь. То есть изначально, как вы видите, я медь ложу не в рюкзак, как это обычно делается, а в инвентарь машины. А вот переделанную медь надо ложить в багажник машины. Не знаю, зачем так придумано, но очень запутанно это на самом деле. Ну а еще касаемо багажника, то есть такой, не знаю, это так задумка или это косяк. Но в общем после бури все, что у вас в багажнике, то есть когда вы взаимодействуете через букву Т, все пропадает. А то, что в инвентаре, что через ролик взаимодействия, то остается в машине. Ну вот бог его знает, так задумано или это баг. Ну а мы тем не менее выдвигаемся в сторону переработки меди. И точка переработки находится в нестандартном месте и выглядит она нестандартно. Как видите, это ангар. И вот я как-то раз говорил, почему все время ставят эти переработчики рядом с ангарами. Почему нельзя поставить в ангар. И вот здесь стоит переработчик именно в ангаре. И вы знаете, выглядит это действительно прикольно. Во-первых, нас там скопилось уже трое. Это выглядит так атмосферненько. Но вот с точки зрения геймплея я вам скажу, а вот большая машина сюда как будет заходить? Бог его знает. То есть человеку на большой машине, там на КамАЗе, на высоком, придется ставить машину рядом с ангаром и бегать сюда. А вот это уже не очень хорошо. Поэтому, видите, оказывается палка о двух концах. Да, выглядит атмосферно, прикольно, здорово. А я еще как-то в одном своих обзоров показывал, как это выглядит ночью. Здорово, когда вот этот фонарь оранжевый мигает. Но вот с точки зрения геймплея, когда человеку придется бегать из-за ангара сюда, не очень, наверное, хорошо. Но вернемся к переработке. Я опять столкнулся с той проблемой, что в этой машине не только нельзя найти место, где она закрывается, но еще так же сложно найти место багажника. Как видите, вот сюда надо смотреть куда-то в сторону колеса, тогда багажник открывается. Далее возвращаемся к взаимодействию с машиной. Я уже говорил, да, что сначала мы медь ложим через инвентарь. А уже переработанную медь надо ложить в багажник, то есть через кнопку взаимодействия Т. Это, ну, на самом деле очень неудобно. То есть мне надо сначала залезть в инвентарь, взять оттуда медь, переработать ее. Кстати, скорость переработки вы сейчас видите. Это какой-то ужас. Потом переработанную медь надо клавишей Т положить в багажник. Потом выйти с клавиши Т и опять через инвентарь залезть в машину и опять набрать нужное количество меди. Это очень замудренная схема и на самом деле очень быстро надоедает. Ну, а скорость переработки, повторюсь, вы сейчас видите. Более длительную скорость переработки я, наверное, еще ни разу не встречал. Да, здесь есть некая прокачка. Но вот человек рядом со мной в комбинезоне водоплавающего говорит, что у него уже прокачано, но разницы никакой нету. Разница очень и очень незначительная. Мы перерабатывали примерно одно и то же время. Ну и забегая вперед, скажу, что я не рассчитывал на такую долгую скорость переработки и поэтому до бури я ничего не успел сделать. Поэтому мне пришлось срочно лететь и продавать хотя бы то, что у меня уже на переработанном, потому что до бури здесь оставалось совсем немного. Но я, естественно, просто не успевал. Надо также уточнить, что бури здесь шестичасовые. То есть сессия длится шесть часов. Две бури в день. Я считаю, что это тоже не самое лучшее решение. Так как за шесть часов все-таки очень сильно набивается кэшем. И мне кажется, что из-за этого просадки только больше. Но я не специалист и схожу только из собственного опыта. Ну да ладно. Мы переработали и отправляемся на точку продажи. Так как скоро буря и у меня все пропадет. Поэтому мы вот с товарищем в водолазном костюме выдвигаемся в сторону продажи. Ну а сама же точка продажи находится почти в штатном месте. Недалеко от полицейского участка, но не там, где обычно. Ну как я сказал, мне продавать нечего. А человек продал на... Две шестьсот семьдесят. Семьдесят у меня было, а вот две шестьсот. Ну как вы слышали, на две шестьсот ему удалось продавать переработанные меди. Не могу сказать, что это очень много. Но это же и машинки маленькие, надо учитывать. В общем-то и работа эта начальная. Но с другой стороны, большую машину перерабатывать, наверное, займет все шесть часов. С такой-то скоростью переработки. Если машина там хотя бы на тысячу слотов, ну, наверное, ты на точке переработки и умрешь. Ну, не знаю. В общем, я так понимаю, что мнение людей расходится в этом плане. Кому-то нравится хардкор, кому-то нравится, когда все тяжело и долго. Я не сторонник этого, я больше люблю общаться с людьми, вот как сейчас, разговаривать, заниматься какими-то вещами. А фарм это такое дело второстепенное, оно нужное, да. От этого никуда не денешься, такова экономика, надо что-то зарабатывать и тому подобное. Ну, в общем, вот так вот. Решайте, наверное, сами, кому что нравится. Ну, и, наверное, сейчас слышали, под конец бури человек как-то странно зафонил. Ну, я думаю, это потому, что он просто отключался. Ну, а дальше я пошел в магазин сотовой связи. Вот какие здесь есть условия, вы сейчас видите. Насколько я могу понимать, самого мобильного телефона здесь нет. Все общение происходит через планшет. Но, чтобы у вас была эта возможность, вам нужно купить вот какой-то из этих предложенных пакетов сим-карты. Я же, в свою очередь, из-за того, что и не собирался здесь оставаться, да и мне разговаривать здесь не с кем, поэтому я не стал приобретать. Ну, а далее я задался вопросом и целью приобрести вертолет. Для начала, конечно, надо узнать, сколько они стоят и какие они здесь есть. Мне не хватало немножко денежков. Совсем чуть-чуть. Но я рассчитывал на то, что я продам свой автотранспорт и мне денег хватит. Я, конечно же, просчитался, но это все чуть позже. А пока пойдемте посмотрим, сколько здесь стоят вертолеты. Ну, и какие, естественно, они здесь есть. Ну, и магазин, конечно же, находится в аэропорту. И да, тематически это верное расположение. Блин, но локально, конечно, сюда ездить достаточно далеко. Также радует, что здесь присутствует банкомат. Хотя, с другой стороны, аэродрома, аэропорта, вернее, стоит стандартный банкомат. Ну, а вот весь авиатранспорт, который здесь представлен. Ну, будем честны, и выбор здесь невелик. Ну, а по цене нам подходит первая модель вертолета. Так называемый хомяк, наверное. Он стоит 20 тысяч. В общем-то, на него и упал мой выбор. Не то, чтобы упал, у меня просто денег. Хватит только на него. И то, мне еще нужно будет где-то взять хотя бы, ну, косарь. Также мне порадовала вот эта моделька вертолета Ми-8. У него 1200 слотов. Ну, и на одном из своих обзоров я летал на нем. Мне очень понравилось, как он управляется. Но, к сожалению, на данный момент денег на покупку вертолета у меня нет. Поэтому мы прорасследуем на своих четырех колесах. И посмотрим еще на какие-то объекты, типа вот этого, что здесь еще есть на этом проекте. Ну, а подобного здания я не видел ни на одном из проектов. Поэтому мне было интересно. Посмотрите, как плавно и аккуратненько открывается дверь. Ну, а внутри мы видим обычную автомастерскую. В общем-то, таких объектов здесь хватает. Ну, и вообще, на многих проектах очень много ставится автомастерских. Но очень редко я видел, чтобы в них игралось, ну, какое-то достойное РП. На моей памяти, по-моему, единственный проект, на котором автомастерская была задействована на все 100%, это был My Life. Ну, а далее я проследовал в город Атира, поблизости с аэропортом, чтобы посмотреть, изменил ли что-нибудь автор в этом городе. Или только ковала была полностью изменена. Ну, а заодно и посмотрим на цены на недвижимость на этом проекте. И вот такой вот большой двухэтажный дом. Сколько он стоит? А стоит он 155 тысяч, и в нем можно ставить три контейнера. Ну, вот такие вот цены. Но меня привлек вот этот домик. Это даже не дом, а какой-то хозпостройка. У меня на одном из проектов был куплен такой домик, просто для хранения ресурсов. Посмотрим, сколько стоит он. И вот тут меня что-то удивляет. Самый большой на проекте дом двухэтажный с тремя контейнерами стоит 155, а вот этот сарай стоит 750 и всего один контейнер. Хочется спросить, где логика, брат? Ну, давайте зайдем еще в один дом, который стоит здесь же поблизости. Это одноэтажный двухкомнатный домик, и смотрим, сколько стоит он. А он стоит 105 тысяч и два контейнера. Ну, какая-то странная здесь ценовая политика до недвижимости. Ну, скорее всего, что она еще просто не поправлена. Проект новый, и я думаю, цены поправят. Ну, а вот из-за чего люди здесь не ездят на дерево. Здесь, как и на MyLife, я очень часто, кстати, сравниваю этот проект с MyLife, можно взаимодействовать с любым деревом, абсолютно любым. Вам не надо ехать на какую-то точку. Вы можете срубить вот такую пальму, например. Вот я ее срубил. Ну, смотрите, что с ней будет происходить дальше. Во-первых, с ней нельзя как-то взаимодействовать. Ничего нельзя подобрать. Непонятно, что с этим дальше делать. Плюс ко всему, через какое-то время пальма вскакивает обратно. Но это уже не та пальма, которую мы только что видели. Это уже какой-то баганный объект. Ну, и второе, видите, не в инвентаре, не в рюкзаке через планшет нигде не появилась древесины. То есть, она сама не подбирается. Ну, и подбирать здесь тоже нечего. А вот, что происходит с самой пальмой. Мы можем подойти к ней и пойти по ней кверху. То есть, мы раз, и мы оказываемся наверху пальмы. Но спуститься точно так же не получится. Спуск только через травму. Ну, вот я пытаюсь спуститься. Ну, а пальма, как вы видите, превратилась в тот самый заваленный объект, с которым невозможно взаимодействовать. Вот по этой вот причине здесь никто не ездит на древесину. Никто не может понять, что с этим делать. Ну, а я, как вы видите, искалечился. Ну, ладно. Давайте ехать дальше. Ну, а дальше, друзья мои, я объехал практически весь остров. И особо интересного я ничего не нашел. Базы повстанцев здесь нет. То есть, остров Крым присутствует. Он, как бы, считается неподконтрольной территорией. Но делать там абсолютно нечего. Но есть миссия с золотой машиной. То есть, стоит машина, у нее шесть охранников, она везет золото. Ее можно ограбить. Миссия интересная. Я попытался, меня убили. В общем, вот так вот. Ну, я решил немножко порелаксировать и подумать, где мне найти немножко денег. Примерно тысяча, тысяча полторы для того, чтобы купить вертолет. Ну, а пока я лежал, отдыхал, ждал, когда мне накапает пособие. Ну, и напомню, что пособие капает по 100 долларов каждые 15 минут. Поэтому мне пришлось провести достаточно много времени. Я пошел на пляж. И тут встретил рыбаков. Интересная, кстати, задумка автора по ловле рыбы. Да, исполнение армовское. Но что делать? Это арма. Поэтому выполнено это вот в таком вот виде. Да, и тут можно придраться, что и леска больше похожа на трос, и поплавок в виде шарика. И когда рыба клюет, как вы видите, происходит взрыв. Ну, это арма, друзья. Другой механики здесь и не придумать. Поэтому, ну, хвала автору. Здорово придумал. Есть развлечения, есть разнообразие. Молодец, молодец. Ну, а я в ожидании, пока мне накапает мое пособие, провел с этими ребятами достаточно много времени. Кстати, вот этот вот рыбак, все тот же, с которым мы фармили медь в костюме водолаза, он же и помог мне. Дал мне 600 долларов, которых мне на тот момент не хватало, за что ему огромное спасибо. И не забыть бы зайти и вернуть ему этот должок. Ну, и я пошел покупать вертолет. А до аэропорта я планировал добраться на автобусе. На этом проекте есть сеть остановок, по которым вы можете путем телепортации передвигаться. Но стоимость билета на этот автобус зашкаливает за 10 тысяч. Напомню, что человек сдал медь переработанную всего на 2 600. Поэтому я не знаю, кому по карману такие цены. Скорее всего, это еще не доделка. То есть, рука автора еще не коснулась цен на автобусы. Ну, и меня любезно согласился подбросить вот этот человечек. И пока мы ехали, посмотрите, какая детализация у этого автомобиля. Просто обалденно. Настолько все прорисовано. Прорисовывали приборы, деталь, детализация кожи, приборка. Все настолько детализировано, меня это немножко даже шокировало. Все швы, швы на руле. Все это отлично читается и отлично видно. И как утверждает этот человек, эта машина продается в обычном магазине. Это никакая не виповская машина. Обычная для всех игроков. И вот таким вот образом, рассматривая машину изнутри, я даже не заметил, как мы добрались до аэропорта. Ну, а здесь все по плану. Я подхожу к магазину и покупаю свой первый вертолет на этом проекте. Ну, и уже давайте на вертолете пролетим и посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, и надо забегая вперед сказать, что особо интересного здесь пока что еще мало. Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что автор вычистил всю карту. Вот в этом месте стоят разрушенные бараки. Их нету. Он выбросил все. Это говорит о том, что не только Ковалов подверглась изменениям. Он прочистил абсолютно всю карту. Ну, а из интересного мне понравилось вот это здание. Таких зданий на острове я видел, ну, штуки четыре. Для чего они, пока неизвестно. Может быть, вот здесь и будут когда-нибудь располагаться премиальные группировки. Ну, а пока это вот просто здание, никак не обозначенное на карте. Просто очень симпатичное. Подобного здания я не видел. Ну, а выглядит оно, вы видите сами. Это маленькое одноэтажное здание офиса и рядом аэроангар полностью остекленный с площадкой, которая, судя по всему, должна выезжать или заезжать в ангар. Но как это работает, пока мы выяснить не сможем. Но здание действительно интересное, и я ничего подобного до этого момента не видел. Далее же я еще покружил в окрестностях, ничего интересного не обнаружил, кроме как тюрьма, которая стоит в пустыне. Но само здание тюрьмы достаточно заезженное, и игроки, играющие в арму, давно уже знают эту модельку этой тюрьмы. Ну, далее есть еще один объект, на мой взгляд, интересный и универсальный, но который пока что не работает. Это точка сбора соли. Посмотрите, как она выполнена. Это не просто стоящий здесь эскаватор, как на многих проектах, или какая-то-то хреновина непонятная. Здесь автор подошел, так сказать, с умом, с головой. Ну, а далее, друзья мои, полетать-то мне как следует и не удалось. Как видите, топливо у меня кончается. У вертолета какой-то просто конский расход топлива. Вот аэродром, и я долетел до Пиргаса, от Пиргаса до пустыни, и все, я понял, что у меня кончается топливо, мне нужно лететь в гараж. Гараж находится под ковалой, и заправки здесь, в гараже, нету. Мало того, следующая беда. Вертолет стоит очень близко, и я его сейчас даже еще ближе поставлю. Но вертолет не припарковать, гараж не работает. Блин, я вообще зря сюда прилетел. Нету ни заправки, вертолет не поставить. Да, блин. Ну и да, конечно, я прекрасно понимаю, что проект только открылся, проект новый. Но вот такие вот банальные вещи, как заправка возле гаража для вертолетов, ну и функционал самого гаража можно сделать. Но, как видите, я не могу припарковать транспорт. Мне придется его оставить здесь. Мне вообще пришла в голову идея, что это, наверное, не общественный гараж, это может быть какая-то будет здесь вертолетная служба, потому что, ну, ну не работает ничего, в общем-то. И вот этот комский расход топлива тоже надо с этим что-то делать. Это не сбалансировано. Ну и, в общем-то, друзья мои, на этом, наверное, все. Больше мне показывать на этом проекте нечего. Если кому-то понравилось или кто-то хочет увидеть что-то новенькое и необычное, добро пожаловать. Этот проект открыт, он ждет своих игроков. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго.